Элементал против Горыныча. Узнаем в конце видео, кто сильнее. 40 самых разных монстров из самых разных миров сошлись в этом турнире. И все для того, чтобы ты определил сильнейшего. Подпишись на канал и голосуй в каждой битве за сильнейшего. Именно от твоего голоса зависит судьба. МОНСТРА Итак, сегодня битва между родителями всего живого. И, кстати, убийцей из фильма «Хеллбой». И легендой о русских сказах. Трехголовым драконом с Змеем Горынычем из фильма «Три богатыря». Представляю сегодняшних соперников. Элементал. Он появился из вот такого маленького баба. И моментально превратился в 20-метрового монстра. Внешний вид не совсем устрашающий, ведь он состоит из живой зеленой субстанции. Но зато, если зарычит, то уже страшнее становится. Но в основном элементал может казаться грозным только из-за роста. А так это просто большой цветок. Горыныч. Ну, это сказочный Змей метров 50 росту. Хотя нет. Всего лишь метров 5, не больше. Видимо, это специально нам сначала показали Горыныча с неудобного ракурса. Русский Змей Балагур и Весельчак. Поэтому тоже не кажется грозным соперником. Но если он зарычит, то тогда уже можно ощутить его мощь. Кстати, давай сравним, как рычать сегодняшние соперники. Чей рык страшнее? Ну, оба рыка заслуживают уважения. Теперь давай перейдем к способностям сегодняшних участников. Элементов в битвах используют разрушительную силу своих конечностей. Это мы видели. Он хватает, он бросает и он рушит. Других его способностей мы не видим. Хотя он бог всего живого и может призвать на помощь всю флору и фауну. Но это догадки. Реально мы этого не видели. А Горыныч, как истинный дракон имеет две отличительные способности. Он может летать и может дышать огнем. Это его основное оружие, благодаря которому он и дошел до этой битвы. Можно, конечно, еще рассчитывать на ударную силу его лап. И передних, и задних. Но, скорее всего, это нереально. Все-таки лапы – это не оружие дракона. Это в мечтах Горыныч себя таким видел, а на деле и обыкновенная избушка на курьих ножках послала его в нокаут. Значит, итог такой. Небольшой трехголовый, летающий и огнедышащий дракон против большого цветка, у которого есть конечности. Кто же сильнее в этой битве? По опыту таких битв у Горыныча есть преимущество. Обычно драконы в таких случаях побеждают. Все очень просто. Спустился с неба, дыхнул огнем и сжег своего соперника. Очень простая и действенная тактика. Тем более, что у Элементова нет никакой защиты от огня. Его броня, если только она есть, очень слаба против пламени. Вся природа может погибнуть от огня. Целые леса исчезают в пожарах, и родитель всего живого – не исключение. Но, тем не менее, не так-то просто будет Горынычу, и все дело в том, что дракон маленький, а Элементал большой, да еще и с длинными конечностями. И получается, что трехголовый дракон – это не Смаук, который недопалмом может сжечь город, и не Тейфумеранг, у которого, пожалуй, самое длительное пламя. Горыныч обладает небольшим огненным залпом, и чтобы сжечь соперника, ему надо подлететь поближе, так сказать, на расстояние вытянутой руки. А рука у Элементала длинная. Может схватить и отбросить дракона куда подальше, ну прям как избушка своей куриной ножкой. А может схватить и смять, как автомобиль. То есть Горынычу надо маневрировать, постоянно менять направление движения и уворачиваться от рук. Или лап, Элементала. А глядя на то, как он летает – это трудная задача. Змей Горыныча своими небольшими крыльями предпочитает медленный и размеренный полет. Не то, что фурия. Вот у кого Горынычу надо взять уроки полета. А богатырям следует потренироваться с икингом. Элементал тоже не слишком скоростной. Его движения также медлительны. И кто окажется проворнее в этой схватке – сложный вопрос. Но если Змей Горыныч пробьется сквозь оборону Элементала, то он будет очень близок к победе. Огненное дыхание очень быстро сделает свое дело. Не знаю, стоит ли тут выделять ум соперников. Будет ли это влиять на тактику и стратегию битвы. Змей Горыныч-то по-любому умный, но на уровне человека. Но Элементал не должен быть глупым, ведь он бог. Просто разум его на другом уровне. Так что их умственные качества я в расчет не беру. Пусть один пробивается через защиту, чтобы сжечь, а второй пусть отбивается, чтобы не сгореть. И кто же будет сильнее в этом бою зависит от тебя. Твой голос может стать решающим. Но перед голосованием хочу тебе напомнить, что второго шанса у участников турнира больше не будет. Тот, кто сегодня проиграет, тот с треском вылетает из турнира. А тот, кто выиграет, будет иметь очень трудный следующий бой. Ведь ему придется сражаться с самим Суртуром. Так что думай и голосуй справедливо. Вот такая кнопка есть в правом верхнем углу. Жми на нее и выбирай сильнейшего из двух. Я оставляю в списке ничью, но это если ты не можешь выбрать победителя. На сегодня это все, но решающие битвы только начались. Так что если ты только сейчас присоединился к нам, то вступай в жюри турнира и голосуй в каждой битве. Например, в следующем бою надо будет выбирать между крокодилом-мутантом и динозавром-мутантом. Рептилии-мутанты на арене турнира. А пока всем удачи и пока. Увидимся на арене.